Американская военная помощь Украине не для добровольцев Азова. Бюджетом США на 2018 год запрещено передавать оружие и тратить деньги на обучение личного состава одного из самых известных украинских подразделений Нацгвардии. Соответствующую поправку утвердил Конгресс США, а ее автор назвал Азов неонацистским батальоном. В чем причина подобных обвинений, какие последствия для Украины в целом может иметь решение Конгресса и как на этот запрет реагируют сами военнослужащие Азова. Смотрите спецрепортаж Донбасс-реалии из расположения полка в Донецкой области. Украинский полк Азов обвинили в неонацизме и запретили давать американское оружие. Ультра-националистическая, ксенофобская, экстремистская организация. Как сами добровольцы реагируют на решения Конгресса США и громкие обвинения. Американское оружие не помешало бы. Конечно, не помешало бы. И чем занимаются военнослужащие Азова в составе Национальной гвардии Украины. С лета 2015 года военнослужащие полка Азов не находятся непосредственно в окопах на передовой. Но все это время подразделение базируется в Донецкой области и продолжает выполнять определенные боевые задачи. Эти бойцы из тех Азовцев, которые и сейчас часто бывают на линии фронта, разведчики на этом полигоне испытывают свое оружие. Сначала идет отстрел на различные дистанции из того оружия, которое в голом виде приходит. А потом, после проведенной модернизации, ведется тоже стрельба и мы сравниваем результаты. Даже советский пулемет здесь выглядит вполне современно. Автоматы и снайперские винтовки. Все модернизировано собственными руками. Винтовка шла просто без ничего. Глушитель, сошки, это уже все докуплено. Это волонтеры, это различные фонды, это средства полка, это свои деньги. Люди пытаются обредить свое оружие, потому что от него зависит их жизнь. Ну, как вам сказать, если не прикладывать усилий, в общем-то, а надеяться на то, что нам дают государство, то, в общем-то, эффекта будет очень мало. Бойцы не скрывают, американское оружие не помешало бы. Более того, оно уже есть у Азова. Как американская винтовка попала в Азов? Очень просто, через магазин обычный оружейный. Это все гражданское оружие, которое может, в принципе, купить любой гражданин Украины, достигший 25 лет. А вот то, что в магазине не купишь Азову, не достанется. Конгресс США запретил тратить любую сумму из 620 миллионов долларов военной помощи Украине на нужды полка. Автор поправки, конгрессмен Роханна, прокомментировал это решение настоящему времени. Идеи превосходства белой расы и неонацизм неприемлемы. Им нет места в нашем мире. Я удовлетворен тем, что принятый бюджет оградит США от предоставления вооружений и учебной помощи неонацистскому батальону Азову. Для того, щоб когось звинуватити, не знаю, в неонацизмі, якомусь ще, там, лівацкому радикалізмі або ісламізмі, потрібні факти. Чи колись я, бо інші командири тоді батальону, потім полку, можливо, офіцери, офіційні представники стверджували якісь речі, які попадають під цей термін. Можу вам відверто і чітко, стовідсотково сказати, що ні. Ми не є неонацистами, не воюємо за створення, не знаю, чогось там, Четвертого Райху або ще чогось. Хлопці з Азову зараз, ті, що зараз служать, є просто українці, які кожен день виконують свій обов'язок на сході країни. Все. Разговори о так называемой поправці Азова в США шли уже несколько лет. Це решення Конгреса. Американські експерти называють абсолютно консолідированным. Його підтримали і демократы, і республіканці. По словам Марка Левіна, военну допомогу должна получать украинская армия, а не независимі военизовані подразделення. Якщо перспомогли на їх м'єседжі, на те матеріалі, які розпростріляють і Азов і інші, ті, хто з ними зв'язаний, так це екстремістські, ксінофобські, в няких случах антисемітські м'єседжі. Вони верять, що, як многие з них говорять, Україна дозна бути для українців. В перспективе их месседжи, их воззрение очень опасны для всей Украины. В самом Азове особого значения такому вниманию к себе американских конгрессменов не придают. Все это время полк базируется в районе Мариуполя, имеет собственную танковую роту, современный полигон. Бойцов не только тренируют, но и привлекают к заданиям на передовой. Есть огромная разница между нацистами и националистами. Я сам считаю себя националистом. Никакой параллели между нацистскими движениями в этом отношении я не вижу. Я считаю, что национализм в стране, в которой война, это нормально. Можно сказать, движение, которое объединяет. Полк Азов сейчас это структурное подразделение национальной гвардии. Мы выполняем задачи, которые нам ставят вышестоящие командования. Мы полностью государственная структура. Почему нас вот так вот отдельно выделяют, мне это тоже непонятно. Интересно, что это не первая история об оружии США и Азове. Летом прошлого года на официальном сайте полка появилась информация об американских гранатометах, которые поступят на вооружение. Но позже информацию с сайта убрали. Сейчас, утверждают в Азове, американских гранатометов у них нет. Где же это оружие? В пресс-службе нацгвардии Донбасс-Реалии заявили. Это закрытая информация. Ярослав Кречко, Андрей Дегтяренко, Евгений Головин. Донбасс-Реалии, Радио Свобода.